Если вы живете в этих удивительных городах, мы с вами сможем встретиться вживую. Как жить человеком, который все обиды держит в себе? Му считает это плюсом в характере, если промолчить. Ну все бы ничего, но как выпить алкоголь и высказывать все мне. То есть проблема на самом деле не в том, что он молчит, а в том, что он бухает и много говорит. Но под сомнение бухающего мужика мы поставить не можем. То есть проблема не в том, что он когда бухой подгоняет, а в том, что он молчит, когда трезвый. Как это по-женски, да. Я в браке уже 13 лет, мне вот эти выплески уже по горло. Раньше было хотя бы раз в полгода, сейчас чаще, а будет еще чаще. Что я могу сделать, чтобы муж спокойно выговаривался? Куда он спокойно будет выговариваться? Ничего. Ничего ты не можешь сделать. Что значит спокойно выговариваться? Как ты... Что это такое? Амосова паста для иммунитета, срок годности, хранить в холодильнике, подарок, да, все. Вот, сегодня съем для иммунитета все это дело. Но письмо неприлично большое. Пусть лежит. Ну, друзья, вы же понимаете, что если я начну читать все письма, которые к пасте пристегнуты, вот такие. Вот, если письмо такое большое, надо идти, вот это уже есть возможность идти куда-то, к психологу. Пусть полежит. Надо маленькие письма, простите, маленькие, конечно. Муж и отец не хочут сдерживать газоотделение при жене и детях. Просьбы не слышит и старается погромче, чтобы все оценили. Как это прекратить в вашем присутствии? Ну, никак. И мне кажется, это не на шестой год семейной жизни прорвало. То есть, не надо выходить замуж за человека, который, ну, пердит на каждом углу. А если вы долго это терпели, то тем самым давали понять, что, ну, это нормально. И это даже, возможно, вам нравится, это вас сближает. А потом, теперь он воспринимает, когда ты на него наезжаешь, что это какая-то, ну, нападки на его свободы. Ну, что я могу сказать? Я в сотый раз повторю. Вы терпите. Он делает. А что, нельзя не пердеть, хотя бы пусть это делает и при мне, и детях? А как вы думаете, он везде это делает? Ну, на работе, в троллейбусе. Ну, ФМС такой зашел, так, на реактивной струе. Э-э-э-э, пронесся по залу. Он это делает только в присутствии тех, кто это позволяет. Да, конечно. Как стимулировать детей, чтобы учились на 4-5? Поступление в 10 класс или в учебное, любое учебное заведение получится только при высоких оценках. Детям часто лень делать задания, как с этим бороться. А вы уверены, что всем детям надо учиться в высших учебных заведениях? Конечно. А что означает высшее учебное заведение? Кто вообще должен учиться в высших учебных заведениях? Чего вы растерялись? Я понимаю, у вас у всех есть высшее образование. Ну, пожалуйста. А сейчас, да, чтобы поступить в какой-нибудь ПТУ и вот нишу учебных заведений, нужен балл, среди 4-5 десяток. Что вы мне, зачем мне эта информация? Не поступаем на дюжет. Хорошо. Я какой вопрос задал, помните? Ну, это понятно. Ну, то есть, это понятно. Ответ на твой вопрос, человек, понятен. Я отвечать не буду, я хотела высказаться. А я спросил, зачем люди поступают, кто должен поступать в высшие учебные заведения. У вас есть по этому поводу мысли? У вас не про высшие, а про какое учебное заведение? Я спрашиваю, про высшие. А высшие не все надо, конечно. Ну, отлично. Как вы думаете, тут про ПТУ идет речь? Хотя бы в техниках. Хотя бы в техниках. Как его уговорить? Да ему не надо, пусть идет на завод. А кто возьмет после 9 класса? Что? Кто возьмет подместер после 9 класса на завод? Возможно, никто. Может, на складе бананы таскать, курьером работать. Ну, и всякое такое. Год поработает, очень вдохновит. А может быть, он год поработает и скажет, да, это отличная история. Я хочу работать руками, ногами. Ну, головой я не могу работать. Не все люди могут работать головой. Кстати, 90% выпускников высших учебных заведений ни одного дня не работают по своей специальности. Такая статистика в России во всяком случае. Поэтому эта мама хочет, чтобы он поступил. У нее есть какие-то мотивы. Она себя намотивировала. Сама-то она, возможно, где-то поступила. Без толку чаще всего, но тем не менее. Поэтому это нужно маме, а не ему. Вот такая вот история. Потому что мы об этом вчера говорили. Чем больше вы ребенка чему-то заставляете, тем меньше он это хочет. Да, то есть забыли найти его предназначение, его склонности. То есть, ну, родители его кормили, поили и заставляли делать то, что им, по их видению, кажется. Ну, вот. Вот. Стимулировать. Я думаю, электричество. Только вольт. Ну, как пойдет. Так, давайте, вот письмо. Не прошу совета, хочу узнать просто ваше мнение. Мне 41 год, дважды в браке, двое детей от второго мужа. Наши отношения давно зашли в тупик, больше похожи на абьюзивные. Мои чувства к мужу пришли в точку невозврата. И, поняв это, он вдруг понял, что надо что-то менять. Просит меня дать шанс все исправить и постараться нам вместе сделать это ради наших детей. Вопрос. Считаете ли вы, что возможно реанимировать отношения, если один из партнеров четко понимает, что разочарован полностью, что чувств больше нет? Я же не знаю, что вы хотите. Ну, давайте попробуем. Вот женщина, вот с таким письмом. Что она хочет? Просто она же с мужем и есть. Да не надо анализировать вот эту всю историю. Мы сейчас берем, что женщина хочет, вот она хочет отношения. Вопрос не в этом. Можно ли мне расстаться? Мы не лезем так глубоко. Что вы, считаете ли вы, что возможно реанимировать отношения, если один из партнеров четко понимает, что разочарован полностью, чувств больше нет? То есть женщина, она замужем, но в плохом она замужем. Чувства как бы прошли, настроения как бы нету, все не так, как она мечтала. То есть она разочарована в браке, потому что брак не такой, как она хотела. Она говорит, можно ли, что можно? Остаться с этим мужиком, оставайся. Нет никаких проблем. Ну, мне не нравится. Что тебе не нравится? Мне не нравятся наши отношения. То есть институт брака, который они выстроили, ей не подходит. Поэтому вопрос не в том, оставаться или не оставаться. А в том, тебе нравится так, как есть? Нет. А как ты хочешь? Я хочу так-то, так-то. А то, что у вас сейчас, это кто построил? Какая версия в зале? Ну, не построили, да. Чаще всего она и построила. То есть она строила, строила, делала все неправильно, получила соответствующий результат. А теперь говорит, а можно другой результат? Ответ такой. Другой результат будет только при другой технологии построения. Нет, я все сделала правильно, просто не получилось. Вот это не вариант. А мы можем перестроить? Можем, вот люди встретились, все пошло через жопу, шло, шло, шло. Вот здесь они расстались. Вот две точки, зафиксируйте. Теперь, дать второй шанс, начать все сначала. Реанимировать и тому подобное. Человек в какую точку хочет вернуться? В чем она хочет вернуться? Вот в это она хочет вернуться. Не заново строить отношения? Она хочет вернуться в те отношения, в которых они расстались, для которых все сломалось. Эта точка максимально выгодная, благоприятная для расставания. А вернуться нужно в эту точку. А просто если в эту точку вернуться, непонятно, что делать. Потому что ты не знаешь, как строить. Вот и все. Вот и все. Вот и все. Чувства прошли. Какие чувства? Что именно прошло? Ну подскажите, что могло там пройти? Страсть. Страсть. То есть она не хочет с ним трахаться. Так и никто не хочет долго трахаться с чужим человеком. Вы знаете это? На одной физиологической страсти можно несколько месяцев протянуть. Брак держится не на физиологической страсти. Он держится... Ну только когда говорить? Они же, ну... Они-то думали. Все в нашем обществе думают, что вот эти счастливые семейные отношения, где приятный секс, вот эта гармония, о которой мы вчера говорили, да, что вот это общение, общие мысли, общие интересы, да, взаимовыручка, ну и так далее, и так далее, и так далее, обмен вот этот постоянный. Он возможен, если трахаться. Ну тогда проститутки должны быть самыми крутыми женами. Потому что они трахаются, трахаются, и прямо сильно. И оно как бонус. Счастье семейное такое. Мы же по этой схеме строим отношения. Ну кто считает, что начать нужно отношения с секса? Никто. А кто начинает отношения с секса? Все. Тест на бляссо проходили вчера. А почему же мы тогда трахаемся вместо того, чтобы строить отношения? А все очень просто. Потому что строить отношения надо учиться и уметь, а трахаться не надо учиться, мы умеем. Поэтому, когда приходит ситуация, что надо строить отношения, ну а как строить? Неизвестно. Давай трахаться. И мы трахаемся, трахаемся, и кажется, вот наш секс на эскалаторе тянет нас в счастливую семейную жизнь. Он куда-то нас затянул, а там совсем не то. Ой, чувства прошли. Чувства чего? Чувства надежды, что через секс ты въедешь в счастливую семейную жизнь? Ну мы же любим друг друга, мы же сосем друг у друга. Разве этого мало? Мало для счастливой семейной жизни? Охрененно мало вдруг оказывается. Ну не знаю. Можно ли? Можно. Можно ли построить отношения с бывшим? Можно. Лекцию прослушайте. Как строить отношения с бывшим? Как-то я прочитал в аффекте. Хорошая лекция. Там 11 пунктов, что нужно учесть при построении отношений с бывшим. Народ набивался. Я начинал говорить, 80% зала обламывалось на первом пункте. На первом пункте становилось понятно, что не надо строить отношения. Остальные 20% обламывались на втором пункте. И 9 пунктов так слушали, ну потому что пришли. И все пошли домой с мыслью, что не, у меня получится. Ну вперед. Вопрос номер 2. Возможно, где-то есть и номер 1. Ресурсы человека истощаются. Если жена заболела и не может предоставить мужу, например, качественного секса, значит все, она не нужна. Ну если она нужна в браке для качественного секса, и единственной ее навыком, единственной валютой, ее вступление в отношения была качественная влагинка, то в принципе это логично. Ну очевидно, если ты нанял, ну я не знаю, автослесаря, который ремонтирует твой автомобиль, а в какой-то момент его ресурс истощился, и он перестал уметь ремонтировать автомобиль, ты говоришь, я извиняюсь. Все. Как все? Я же 15 лет тебе ремонтировал. Все. А если вдруг этот автослесарь, допустим, твой кум, твой брат, твой друг, то есть кроме навыка были еще масса каких-то нюансов, отношения были значительно глубже, то уже не так. Понимаете? Поэтому волнуется человек, который понимает, что кроме как трахать, мы встретились, чтобы трахаться. Трахаемся, трахаемся, и женщина в своих мечтах на фоне секса построила какую-то такую голубятню еще себе семейную. А потом так секс, раз, и ушел, ресурс истощился. И вдруг она удивляется, что ей говорят, солнышко, а ты мне чего другое, и не нужна была? Ну, как же, а что, не будет пенсионной какой-то реформы теперь? Ну, если я 10 лет делал, а минет, может быть, как-то теперь 10 лет ты иду, будешь просто меня содержать? Ну, говорит, а минет кто будет делать? У меня истощился ресурс. Он говорит, а у меня нет. Или муж состарился, не может обеспечить материальные ресурсы, нужно искать другого самца. Если вам мужчина нужен как материальный, ну, вы мужчину находите в чистом виде, как материальный ресурс, ну, или мужчину находите в чистом виде, как самца, да, то как только он перестает выполнять эту функцию, все, все, цинично, да? Ну, в нашем обществе решили, что это основа отношения строительства. По этому поводу, может, есть какой-то вопросик? Вам надо подумать. Хорошо. Следующее письмо. Как мужу найти в себе силы делать что-то для семьи, если его усилия не ценятся, не считаются достаточными, не делают жену счастливой? Никак. Это надо быть психопатом, чтобы долго что-то делать, если это нахер никому не нужно, за это никто не благодарит, в этом никто не нуждается. Ну, а действительно. Как вы думаете, стоит ли молодой девушке носить открытое декольте, обтягивающее платье, короткие юбки и каблуки? Естественно, потому что таким образом можно привлечь самца, который будет хотеть тебя трахнуть. Вот. Ну, для этого же носятся юбки, а для чего? Я ношу для себя. Ну, давайте по-честному. Если бы для себя, вы ходили бы в широкой, красивой, спортивной одежде, без макияжа. Ну, допустим, берем всех женщин, забрасываем на необитаемый остров. Что сразу пропадет? Косметика, каблуки, юбки, все нахер там, оно все это не нужно. Ну, мы же все носим для себя. Я крашусь для себя, Сатя, ты не поменял. Естественно, а для кого? Мы же все в курсе? В курсе, да. Да. Нужно? Ну, конечно, нужно. Причем женщины хотят, чтобы их любили, а одеваются так, чтобы их хотели. Заметили, да? То есть оделась как шлюха, ведет себя как шлюха, да? Поступает как блядь, а хотела стать какой? Как тоже у нас в каком-то зале, сейчас я буду говорить и смотреть в прострацию, сейчас поймете почему. Как поднялась тема, кто-то там поднял тему губ. И девочки начали говорить, что это мы для себя делаем. Мне очень нравится, я для себя делаю такие губы, потому что это очень красиво. Я усомнился. Это вообще странная часть нашей реальности. Для чего девки делают губы? Какие версии? Носители губ могут молчать. Для чего губы сейчас девочки изо всех сил ставят? Индустрия такая еще. Секси для чего? Чтобы возбужаться на себя в ванной? Привлечь внимание чьё? Для чего? Чтобы быть похожей на менечицу и спор на хаба. Ну и так же? Я, кстати, не знаю ни одного мужчины, которому это нравится. То есть в кулуарах все мужчины говорят вообще просто вообще жесть какая-то адская, адская жесть. Мне кажется, что, наверное, они просто, ну, обманывают друг друга. А такие выходят, господи, кто же с губками? Ну, это по той же самой схеме. Вопрос. Осуждали я губы? Ну, нет, как же делать все, что хочет? Ну, я не вижу смысла в этом. Мне вот, например, ну, находиться рядом с таким человеком не очень удобно. Ну, такое ощущение, что от меня ждут какой-то реакции. А та реакция, которую, ну, вызывает у меня этот человек, она какая-то, ну, не совсем приличная. И мне и не хочется, ну, так поступать. Поэтому, девчонки, посторожнее. Я все жду, когда, наконец-то, ну, мода сойдет, все вот эти салоны, губонакачки обесценятся, да, и бабы, ну, станут с нормальными губами. Ну, общаться с человеком, у которого оторвали, ну, зимой от качельки, которая... Так себе история. Скажите, пожалуйста, как ответить достойно людям, задающим вопрос. Ой, ты беременна? А вы второго когда рожать будете? В скобочках, резко поправилась. Ну, я ж не знаю, кто вам так говорит. Может быть, человек таким образом хочет, ну. Ну, хорошо, давайте так. Почему людям говорят, что они поправились? Какая версия? Есть несколько вариантов. Ну, то есть, дать девчонки тихонечку, что так расстроились. Актуальный вопрос про поправились? Ну, человек, который другому говорит, либо он беспокоится о его здоровье, что крайне редко. Либо, ну, обычно вот это, забота о здоровье, камуфлируется, ну, чувство отвращения. Либо позлорадствовать, да, что ты еще не поправился. Вот и все. А есть еще изящное это сделать? Ой, ты ждешь второго. Нет. А, походу, ждешь. Теперь проверься, потому что, ну, не могло же здорового человека так разнести. Единственное объяснение. Либо ты беременна, либо тебя накачали компрессором. Ну, как надо реагировать? Ну, как? То есть, мужчина. Ну, все зависит, какой мужчина. Если не знакомый мужчина, он хочет тебя оскорбить. Знакомый мужчина, он говорит, блин, я хотел бы тебя трахать, а ты выглядишь страшно уже. Ты все дальше и дальше от того человека, которого я хотел бы трахать. Вот он поэтому так и говорит. Или, конечно, это заботливый муж, который беспокоится о здоровье. Он говорит, ну, такое напряжение на колени, это же очень вредно, солнышко. Тебе же, ну... Люди суки. Они о себе думают, в первую очередь. Ну, а тем более, если, допустим, муж это говорит. Он женился на худой, трахает худую, смотрит, худую разнесло. А он такой, это вообще не в моих планах. Это в основном. Ну, он-то, подожди, он-то взял тебя худую, чтобы трахать худую. Больше никакой... Мы опять возвращаемся к тому, о чем говорили. Он говорит, меня кинули, товар портится. Вся надежда, что он будет толстеть параллельно. Но надежда не очень великая, потому что мужчина уверен, что он не толстеет, он мужает. Это мы еще раз пришли к тому, что надежда чисто на сексуальную привлекательность ошибочна. Сексуальная привлекательность – это одна из составляющих счастливой семьи. Три главных составляющие, вернее, ну, так скажем, по-другому скажем. Главная основа счастливого брака – это любовь. А составляющая любви, три составляющие – это сексуальность, страсть, да, это близость, дружба и ответственность. Вот эти три вещи должны быть. Если этого нету, есть, например, допустим, есть все, есть все, то эти вещи могут компенсировать. Когда человек, ну, когда человек любит, сейчас я говорю не хочет, а любит, он понимает, что люди трансформируются. Всякое происходит. И грустят, и беременеют, и толстеют, и худеют, и стрессуют. И те, и те. А если есть только, например, ну, человек на страсти все построил, смотрит, такой, ни хера себе, а страсть-то ушла? Что такое? А где узкая жопа? Вряд ли он сидит такой, листает телефон свой любимый. О, смотри, Ленка, ты тут такая прикольная, такая худенькая была такая. Ой, а здесь такая, ты тут потолще, смотри, другая стала. А здесь, смотри, как интересно. Ты вот такая, ты изменилась. Ой, а тут такая вообще, как девочка. А тут такая серьезная, прямо с моей сиськи наросли. И он понимает, что это один и тот же человек, что в разных формах. Ну, вот и все. Это когда есть любовь. А когда есть просто потребление, а что, в обратную сторону не так? Сейчас же девочка писала про деньги, там еще что-то. Один из самых популярных вопросов. Как вдохновить мужчину худеть? Почему, зачем? Я боюсь за его здоровье. Да что ты, сука, врешь? За его здоровье. Прямо-таки. За его здоровье. Такой толстый стал, раскабанел. Интересно, где? Не ты ли раскормила? Мне кажется, иногда подсознательно женщина начинает раскабливать своего мужика, чтобы он никому не нравился. А потом, когда она этого добилась, так говорит, ой. Если вы живете в этих удивительных городах, мы с вами сможем встретиться вживую. Историт��자. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok